Мы вышли, и тут собачка по имени Лана. Играет в мячик. Классно. Лана, ты же так ко мне неравнодушна. Прям ко мне и ко мне. Лана, Ланочка. А девочка наша подписчица, если я не ошибаюсь, да? В прошлый раз мы виделись. Ой, ой. Лана. Ого, как побежала. А Эмма боится собак, она не идет. Алиса, аккуратно, не упади. Такая хорошая собачка. Игривая. Алиса, машина. Ну вот. Ну я же говорила, не упади. Что ж ты так бегала, зайка? Ой, штаны порвала, все. Давай смотреть, что там у тебя. Я ударю. Алиса упала, но уходить не захотела. Говорит, еще хочу с Ланой гулять. Все, штаны порваны, жалко. Мне так этот костюм нравился. Но зато они ее спасли, штаны и колготы. У нее там на колене почти ничего нет. Что-то я посмотрела. Так. Совсем слегка. Так, а теперь Алису забрать? Не знаю. Алисочка, давай пойдем, нас Эмма ждет. Она к тебе в гости хочет поехать. А она собачек боится. Пойдем. Скажи, пока Лане. Пока. И пока Настя, да, или Катя? И пока Катя. Пока. Пока. Все, Алиса пригласила всех в гости. Говорит, Эмма, Даша, давайте ручки. Поехали ко мне в гости. Борят. Да, разбила сильно руку. Жальчик. Давай мы тебя пожалеем. Надо, когда бегаешь, бегать очень осторожно. Очень-очень. Хорошо, я буду... А теперь просто потерпеть и подуть на лавочке. Все. Ну все, все, смотри, Эмма с тобой едет. Эмма к тебе едет, доченька. Думай о хорошем. И Даша едет. И Даша едет, думай о хорошем. Я в гости. Пришлось лисенку обработать ручки, потому что грязь была там, где она упала. Конечно, это очень неприятно печет. Говорю, Даша, давай я ему себе на руки посажу. Нет? Да, нормально. Вцепилась в Эмму. Даша вообще любит деток помладше. Ну, то есть вот и Алису, и Эмму. И очень нравится с ними нянька. Мы доехали до почты. Костя идет горшочек отправить милым ежикам в Киев. Сейчас быстренько забежит. Но подожди. Ну вот, у меня по тортикам с синячим по тортикам и с планетами. Нету, зайка. Тут только вот такие тортики, видишь? Придется? Мне нравится вот такие. Ну, придется выбирать из таких алисиков. Значит, потому что у нее очень рука болит. Ну, все, все, не плачь. Но в магазине громко нельзя плакать. Мы вот так вот стараемся, чтобы куртка не цеплялась за эту ранку. Но она без конца и края болит. Так, какой любим тортик? Эмма, какой ты любишь тортик? Вот такой. Прямо как наш папа тоже такой любит. Ну что, мы купили тортик, который любит Эмма. Маленький тортик, который люблю я, грильяжный. Палочки всем купили. Вот такие вот трубочки. И виноградик. И ждем Костя. Он где-то еще тоже покупает что-то. Я еще бананов возьму детям. Нам хватит, доченька. Купила я всем детям по киндер-шоколаду и по два киндера. И сейчас пойдем в машину бинтовать руку. Алиси плачет и плачет. Костя забежал в аптеку. Дали перекись только вот такую. Не было пшикалки. Вот. Ну, ничего. И в бинтик вон. Замотаем бинтик. Сейчас замотаем, все сделаем. Доченька, доченька, тихонечко. Это перекись. Не перекись. Это перекись. Она просто пошипит. Смотри, а я подую. Ничего страшного. Замотаем бинтиком. Замотаем сейчас бинтиком. Замотаем. Сейчас все замотаем. Не переживай. Сейчас мы возьмем, наверное, кусочек бинтика. И тебе протрем ладошечку. Чтобы она была чистенькая. Так, в полевых условиях, так сказать, да? Это не зеленка. Это не зеленка. Это просто перекись. Я помою тебе ладошечку. Вокруг раночки просто помою. Все, это не больно. Здесь вавочек нет. Есть там. Не, ну там есть. Но я же сейчас не вавочку тебе. Алиса. Тсс. Смотри, тут Эмма, Дашенька. Уже головочка болит. Ну, мы знаем. Пожалите. Жалим. Тебя жалим. Мы знаем, что больно, зайчик. Ну, потерпи немножко. Все будет хорошо, Алисеночка. Все, давай. Давай замотаем тебе твою вавочку сейчас. Бинтиком, чтобы никакая грязь не попала. Дома потом перемотаем еще. Только не надо дома перемотывать, а кто будет, то опять уплакать. Хорошо, не надо уже плакать. Все, замотали твою вавочку. Сейчас завяжем. Все. И все будет хорошо. И она потихонечку заживет. А ты, когда в следующий раз будешь бегать, будешь бегать очень осторожно. Хорошо, я не буду так делать. Да, потому что ты, когда бежишь по асфальту, если ты на него падаешь, конечно, будут и штаны рваться, и вавки появляться. Потому что это асфальт. Это не матрасик, это не ковер. Да? Не матрасик, это не ковер. Не матрасик, это не ковер. Все, молодец, смотри. Не матрасик, это не ковер. Смотри, все, все, молодец. Все, все. Ладошечку. Все. Видишь, перекись у них больная, это же не зеленка. Правда? А зеленка и больная там идут. А зеленкой, конечно, мы не будем зеленкой. Немножко больная. Там хватит перекиси, перекиси хватит. Она тоже микробчиков убивает, доченька. Все. Все, все закончили уже. Замотай метру. А зачем там маленькая Валочка? Она уже засухла. Нет. Ну давай замотай все такое. Горюшку. Какое прям горюшка. Не горюшку, а листочка. А листочка. Не горюшку. Ой, я маленькая. Листочка. Зайка. Зайка маленькая, упала. Все, смотри. Все, все. Все, уже папа все принес, заплатил на кассе. Сейчас будем ехать. Маленькая. Сбегите-ка, чтобы я не плакала, а было хорошо. Это чтобы микробчики не попали. Мы приехали домой. Костя ведет закрывать Умку, потому что Мэй его боится. Придется Умка Валерий посидеть. Все, вылезайте. Эмма ехала в кресле в Алисином, потому что Алиса плакала из-за ручек, и я ее взяла на руки. Все равно кого-то пришлось бы брать на руки. Нам так было удобнее. Все, Умка закрыт. Можно не бояться. Только теперь будет гавкать и проситься выйти. Давай. Я сейчас поставлю чаек. У Алисы шалаш такой. Видишь, Эмма, она сегодня выяснила. Шалаш какой. И в шалаше поселилась Маха. У меня шалаш, шалаш, шалаш. Да, Маха? Нашла местечко, пока нас не было. Это Маха. Да. Маха. Шалаша, Маха. Залезайте к ней. Давай куртку снимем, Алисочка. У меня не болят уже ручки. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть. Да, чуть-чуть. Так, что тут девчонкам попалось? Пооткрывали киндеры свои. Это мне. Да, это Эммы. А ну покажи сейчас, что там. По инструкции. Вот так вроде бы как-то он должен. Уже так. Это у Эммы подставка под телефон. Да. Не могу. Но это более толковая штука. А вот у Алиски попалась. Вот такая штукенция, чтобы в нашу эру беспроводных наушников наматывать провод от наушников. Понимаете? У нас у всех беспроводные. У Кости, у Насти, у Кати. Но у Алиски вообще нет никаких. Напишите в комментариях, как еще можно использовать эту штучку, если не наматывать сюда наушники, то что еще? Надо подумать, что сюда еще можно наматать. Я слышала, как Проша ходит. Да, я тоже слышала. Он нас зовет к нему прийти. Может, пойдем сходим, проведаем? Давай. Вместе с Эммой. Вместе с Дашей. Эмма Прошу не боится? Не? Не, Проша не боится. Ты боишься, что Эммадий сядет на руку? А, боишься, что сядет Надя вчера на голову вообще села, маме твоей, да. Алиса показывает, как машинку раскрасила. Красиво. Тебе кубок. Спасибо. Сейчас будем детей чаем с тортиком угощать. Первая дима. Вкусная пирожка. Садитесь, садись, Эмма. Это Педро ест. Педро тоже будет? Да. Я его посажу. Я его надо на эту качать. Бери девичку. Кушай и торт. Торта не хочет? Эмма, бери чайок. Ты меня заводишь на расстояние. Ты меня заводишь на расстояние. И вот как ей объяснить, что такое лучше не петь? А почему? Ну, как-то песенка не для детей. Держи. Ну, ложками уже удобно. Алис, ложечек. Ложечек. Всем приятного аппетита. Спасибо. Тортик очень вкусный. Этот я люблю тортик, а этот Эмма. Это Теннин тортик. Это твои тортики, Алисочка. В твоей тарелке твои тортики. Так что кушай, какой хочешь. Я не люблю такой тортик. Тебе такой нравится тоже. Как Эмми, да? Тебе очень прикольно. Подожди, я разделю. Бум. Эмма сказала, что она обезьянка. Ест бананы. Алиса почему-то открыватель дверей. Подъехали мы к автомойке. Алиска еще ни разу внутри машины, по-моему, не была, когда ее мыли. По-другим дверям. А, по-моему, без нее мы мыли. Мне кажется, это первый раз. Ты когда-нибудь видела? Мы были из вас с папой и со мной на море. Я боялась, когда мыли на нашу машину. Да, что-то мы подъехали. Никто нам не говорит, заезжайте. Тут написано, что с УРО разоборона надо езжать без сопровождения оператора. Ну да, без оператора нельзя. Ну да, без оператора нельзя. Если ты так не боишься, там эти обруки вам не начнёт. Да ну, ты как скажешь. Я боюсь. Да не бойся, ну что. Когда у нас будут мыть машинку. Не бойся. Зато машина будет чистенькая. Это только сверху будет мыть машинку аппарат. А мы внутри посидим. Посмотрим. Я боюсь, когда будут наверху мыть. Не бойся, мы же тут с тобой. Давай бабушке ручку. Началось. Мыло надо смылить сейчас будет. Болшебство? Боже, что с этим попугаем? Ты ему что, шарфик наделал? Да. Что это? Это пенка. Пенка? Ты когда моешься мылом мылишься, так и машинку надо намылить. Потом смыть. Да? Как в зиму окунулись. Сугробы зимние. А что теперь я буду это делать? Смывать водичкой мылом. Смывать водичкой мылом. Смотри, как поливают вон у папы стеклышко. Класс, да? Класс. Надо было открыть стеклышко, чтобы лучше видно. Во, видишь, как моет? Вот как моет. Смотри. Видео. А теперь нас будут сушить. Как будто в речку. Да. Вот еще пеной поливать. Еще? Да. Смотри, какая пена. Ляп-ляп-ляп. Она ляпала нас пеной и стало темно в машине. Точно. Пузыри какие большие. Пузырьки у нас. Я включу фонарик, чтобы не было темно в машине. Давай. А свет того? Я все вижу через пузырь. Я бы уже включила свет. Свет включила. Вот. Вот включила. Вот. Я думала, у тебя есть фонарик. Лампочку. Лампочку включила. Смотри, через них видно. Вот глазиком можно посмотреть. А, ты пристегнута, что ты не глянешь. Есть у меня клаустрофобия или нет? Вот сижу, думаю. В лифтах закрытых мне страшновато. В принципе, здесь тоже немного. Именно это невозможность выйти из закрытого помещения. Правильно? Тут ты можешь выйти. А как ты можешь выйти? Тебе на голову пена попадет. Зато нервничать не будешь. Потом буду нервничать, что волосы выпадут от этой химии. На машине краска не слазит. Волосы тоже. Сравнил волосы с краской на машине. О, все смываю. Ура! Может, свет не надо включать? Только мне с пуками. Выключи свет, Дочи. Костя сидит, себе жвачку дает. О, смотри, сразу светло стало. Теперь наша машина такая чистенькая. Да, еще просушить надо. Усю, вот мы и дома. Вылезу, пожалуй, здесь. Засиделась. Боже, что это такое? Все в каком-то дыму. Его не видно, но пепел прям летает. Из-за пашок. Не ахти. Что-то кто-то опять жжет. Вот осенью, конечно, вот это вот больше всего и хуже всего. Вот этим всем дышать. Опа! Открыла. И ручка в руках осталась. Ой, боже. Вообще-то у нас так уже очень давно. Я не пойму, почему никто ничего не сделает. Костя, а что никто эту ручку не починит? А? Не знаю. Мы через ту ходим просто. Ну, машина же через эту загоняет. Что такое? Давай я с ним поставлю. Умочка-то чего-то ничего. Умочка-то, заячка-то. Умочка-то такая, что все там пропадает. Умасик-масик, я с тобой постою. Колебасик-то. Умачка. Умочка. Умочка, а ему за Костей хочется. Умочка-умочка-умочка. Умочка-малыш. Он своим хозяином Костю вообще считает. Ой. Напрыгнул на меня. Медвежонок. Такой медвежонок, знаете. Не слабо так напрыгнул. Мой зойка. Мой зойка. Сейчас заезжает машинка. Смотри, какая чистая. Видишь, мы помыли машинку. Все, сейчас тебя отстегну. Все, мой хорошенький. А, нет, мне все еще надо запереть ворота. Чуть не отстегнула раньше времени. Такое хорошее настроение после кружка. Боже, мне так понравилось. Это просто гениально. То, как они обучают музыке. Вот просто гениально. Если бы такого еще педагога можно было найти по художке. Вот я не знаю, где в Черкассах. Ну, реально найти. Тоже такого креативного педагога. Чтобы не просто сидеть в группе, знаете. И педагог бы говорил, типа. Ты уже должен это уметь. Давай, здесь поправь. Здесь исправь. Ну, не заячек такой заячек. Он по тебе, Костя, скучает. Ты его хозяин. Ну, не знаю. За тобой он очень тянется. Прям очень. Так что все-таки тебя считает. Кто-то мне писал, что собака выбирает себе хозяина. Он, походу, тебя выбрал. Эта порода выбирает хозяина, который больше всего с ней играется. А ты больше всего играешься. А не такой, который там строгий. Ты больше всего играешься. Или Алиска? Алиска больше всего играется. Алиска больше всего играется. Да. Лисюш, пойдешь с Умкой бегать? А шапка куда делась? Вот. О, смотрите, Умка нам тапок принес. Чтобы мы с ним играли. Беги, поиграй с ним. Давай, подержи твою птичку. Это же не нужный тапок. Ну, мы ему подарили. Смотри, приносит и ложит к ногам. Чтоб ты ему кидала. Зовет тебя играть, доченька. Давай я подержу попугая, чтобы он его не съел, доченька. Доченька, давай, это схватит и все. Иди, поиграй с Умочкой. Я спать хочу. Да, Умка тебя зовет играться. Давай, иди, иди. Он прям перед Алисой его положил, Кость. Все, спать перехотелось. Ой, потерял. Дразнит, дразнит. Так радуется, что мы вернулись, глянь. Ждал нас. Ай, ты такой дурашка, дурачится. Лови его, лови, лови, лови. Покупай под рогу, блин. Другие вата. Мама, у меня нога в один тупик. Ну, ничего. Он же нечаянно пройдет. Умка. Кой, блин. Не кой, я. Умка. Умка. О, Кость, он за тобой. Говорю, он с тобой хочет играть. За папой побежал. Все, этапок не нужен. Ты нужен. Что это, бери? Это там что-то подрезает, травку. Что? Может, пойдешь подручишься с ним? Нет. Немножко. Иди с Костью. Ты тоже с ними пойдешь? Да. Ну, давай. Да, что спать хотела. Алиса с вами. Вон оно откуда. Дымит на все окрестности. Вон, где что-то жгут. О, кстати, меня спрашивал канал Фаюга ТВ, как выглядят эти пупсики по сравнению с Митей, да? Размер. Давайте сейчас как раз я ей покажу. Сравним. Вот, смотрите разницу. Мама. Ну, голова значительно меньше, да? То есть видно, что это как новорожденный ребеночек. Что, солнышко? Что, маленький? Я хочу просто воды попить. Ну, так иди попей. Не могу встать. Встать не можешь. Давай рыбку. Ты их в стирку тогда отнести. Я не могу их взять. Давай. Носок потеряла. Дочь. У тебя один носок упал. Не упал. Ну, будешь возвращаться. Скоро Костя застеклит уже вот это. И не будет такой замечательной дырочки. Через которую Алиса любит лазить в ванну. И коты наши любят. Короче, прикольно вот это вот, когда нет стекла. Мама. А. Не получали? Нет, так в стиральную машину не надо. В стирку ложи. На. Второй носок. Куда в стирку? Ну, где белое белье? Белое белье вот в этом ящике. Вот сюда белое. Опять руки? Да. Подожди. Разделай эметрический матер. Кого? Эметрический матер. Очень понятно. Геометрическое что-то? Геометрический, да. Мы сейчас будем кушать супчик. Вернее, Костя уже кушает. Алиска сейчас руки дамоет и будем кушать. Опять забыла купить ее любимые макароны. Ну, ничего, бантики, может быть, ей тоже понравятся. Вкусный? Нагулялась. На свежем воздухе. Все нагулялись. Папа тоже пришел и сразу на суп. Угадайте, что Алиса в супе больше всего любит? Скажешь, что у тебя любимое в супе? Мясо. Мясо любимое. Курицу любит. А мы специально варим суп с макаронами постоянно, потому что ей же гречку нельзя, у нее аллергия на гречку. Вкусная юшечка с мясом. Выпиваем, как из чашки. Глотаем, глотаем. Новая песня? А конфеты и шоколады нельзя. Вкусная юшечка с макаронами нельзя.